Самое время для местных новостей. С вами Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Свершилось. Мост через Северский Донец сдан в срок. Такой замечательный подарок получили каменчане в самый канун Нового года. Вот такой замечательный подарок препонесли нам власти самый канун Нового 2020 года. Строители точно, как и обещали, завершили мост в текущем году. Тем самым создали людям совершенно другие условия. Я убежден абсолютно, что жители Каменского района, города Каменска, совершенно по-другому будут воспринимать дорогу. Надеюсь, что срок службы его больше будет, чем 150 лет, потому что качество строительства, которое реализует Ростов Автомост, традиционно очень высокое. Протяженность моста, который построен по новейшим современным технологиям, составляет более километра. Теперь по нему транспорт может передвигаться одновременно в обе стороны, так как здесь оборудованы две полосы. Красивейшими пейзажами можно полюбоваться не только из окон авто, но и просто прогулявшись по пешеходным дорожкам. Уходящий 19-й год стал для нашего города годом свершения и реализации больших крупных планов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в социальной сфере. И вот заключительный мажорный аккорд – это открытие нового моста через Северский Донецк. Слова благодарности от всех жителей города Каменска и наших добрых соседей из Каменского района. Вот и два месяца назад мы приступили к строительству этого объекта. Объект непростой, сложный. Прежде всего, когда приступали работать, были сложности с тем, как разобрать старый. Наши деды, наши предки делали все на совесть. Я думаю, что мы их не подвели, строя этот объект. И наш объект будет также служить долго и надежно всем жителям области и города Каменска. Чувство восторга и удовлетворения испытали сегодня все, кто присутствовал на открытии этого мостового сооружения. По традиции, первыми по мосту под звуки автомобильной сирены салюта прошла тяжелая техника. В честь открытия моста губернатором Ростовской области главой администрации Каменска-Шахтинского была заложена капсула времени с обращением к потомкам каменчан вскрыть в 2069 году, то есть через 50 лет. Наша съемочная группа уже проехала по мостовому сооружению. И, вы знаете, положительные эмоции нас с Леонидом Киселем просто захлестнули. Впрочем, попробуйте и убедитесь сами. Вера Герасимова, Леонид Киселев, ТРК Каменск-ТР, специально для программы «Время местное». А жители Матвеева-Курганского района тоже рады новогоднему подарку. Какому? Смотрите в сюжете телекомпании «Премиусье». В Матвеево-Курганском районе это уже третья улица, ремонт дороги на которой проведен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году также сделан ремонт внутри поселковой дороги по улице Калинина в поселке Матвеев-Курган. А совсем недавно, в начале декабря, состоялось торжественное открытие дороги по улице Парамонова в селе Марьевка. Приветствуя собравшихся на открытии дороги по улице Пушкинской, глава администрации Матвеева-Курганского района Александр Рудковский отметил важность событий не только для жителей поселка, но и для всего района. «Я думаю, что это станет новогодним подарком для каждого жителя, потому что, признаться честно, сегодня практически каждый третий житель нашего района является автолюбителем или автовладельцем. Я не говорю про велосипеды и ролики, сейчас это модно. Поэтому мы создаем условия для качественной жизни наших жителей, но самое главное то, что наш поселок станет немножко еще краше. И, конечно, наша задача – это делать все, чтобы вам, прежде всего, жителям, жилось немножко комфортнее. Я думаю, что на один шаг, на одну ступенечку мы в этом плане и поднялись вверх. Так что, с праздником!» Капитальный ремонт выполнила подрядная организация «Ростов Автодор». Была произведена замена асфальтного покрытия, проложен тротуар с двух сторон, установлено освещение. Общая стоимость выполненных работ составила свыше 30 миллионов рублей. Современная автомобильная дорога повысит безопасность дорожного движения и комфортность проживания жителей. Итак, дорога открыта! И первым мы просим проехать строительную технику. Пусть эта дорога служит долгие годы. Желаем безаварийного движения, процветания и мира! Галина Запорожцева, Александр Гайко, специальное для «Время местное». А этот сюрприз получат новошахтинцы к следующему Новому году. И это будет дворец! Начало строительства рядового дворца в Новошахтинске ждали почти 4 года. «Газпром», чей проект планировалось осуществить в городе, откладывал стройку из-за задолженности населения за полученный газ. И вот, наконец, свершилось. Силами городских служб была расчищена и подготовлена площадка под строительство на территории Комсомольского парка. Работы начались. В настоящее время выполняется комплекс работ по устройству временного ограждения, сварка металлоконструкции, огрунтовка и последующая обшивка профлистом. В настоящее время уже выполнены земляные работы порядка 11 тысяч кубических метров. То есть снят чернозем, почвенно-растительный грунт и складированный на территории отвала, который мы видим. Также начинается подготовка временных дорог из щебня. В принципе, да, техника только ушла. В принципе, все у нас подготавливается. И с января месяца начинаются работы по устройству свайного основания, последующим устройствам фундаментов и всего каркаса здания. Первоначальная стоимость строительства спортивного комплекса с ледовым полем – 700 миллионов рублей за четыре года увеличилась до миллиарда. Однако заказчик в лице «Газпрома» не меняет конструктива здания и все запланированные площадки будут возведены. Ледовая тренировочная площадка, многофункциональный зал, предназначенный как для гимнастов и борцов, так и для тренировки футболистов. Подрядчиком строительства выступает общество с ограниченной ответственностью «Контур». И это его не первый подобный объект. Да, это уже третий успешный проект. Надеюсь, успешный третий проект. Два подобных уже было выполнено, а это третий. Еще не сталкивались с ледовым полем. Достаточно специфическое оборудование, сложное, много импортного оборудования, языковой барьер. Мы все преодолеем. Строительство физкультурно-здоровительного комплекса с ледовым покрытием началось. Сдача объекта запланирована на 2021 год. Телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Зажигательные танцы. О больших достижениях в маленьком городе в материале Елены Чугунковой. Красивая женщина, молодая мама и талантливый хореограф. Все это Виктория Нефедова и руководители творческой арт-студии танца «Импульс» городского культурно-досугового центра. Под управлением этой хрупкой девушки всего за год своего существования «Импульс» добился замечательных результатов. В начале декабря ребята приняли участие в четвертом грантовом международном фестивале конкурса искусств «Time to move» премия Игоря Пиворовича. Участниками конкурса стали профессиональные и самодеятельные творческие коллективы городов России и ближнего зарубежья. Программу разбили на два блока из-за большого количества хореографических постановок, представленных на суд жюри, членов которого совсем юный коллектив из Семикаракорска привел в полнейший восторг. Члены жюри отметили высокий уровень их подготовки, техничность и, конечно, артистизм, но поверить, что танцоры занимаются всего год не смогли. В копилку своих достижений студия танца привезла дипломы двукратных лауреатов первой степени и двукратных лауреатов второй степени. Все четыре хореографические постановки, представленные на конкурсе, принесли исполнителям призовые места. Год, много это или мало, каждый решает для себя сам. Арт-студия «Танца «Импульс» – это великолепное подтверждение того, что за год можно достичь невероятных результатов. Помните о том, что каждый год – это новые возможности. Не упустите их в новом году». Вот такие прекрасные, почти чудесные события произошли в творческой жизни города в уходящем году. Евгений Любич, Елена Чугункова, специально для программы «Время местное». Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. О приключениях Элли в волшебной стране рассказали наши коллеги из телекомпании «Несвятай». Из лесу елочку взяли мы домой. Из лесу елочку взяли мы домой. Улыбнусь, а месяц пусть и тогда прогоним грудь. Станет всем нам веселее, а морозу путь светлее. В преддверии самого любимого праздника Нового года в клубе поселка Новая Соколовка было шумно и весело, ведь дети пришли сюда на праздник. Перед нами предстали красивые леди и элегантные джентльмены – лисички и снегурочки, снежинки и котики. А начался праздник с креативной разминки и танцев. Новый год любят все, а дети особенно, ведь радость от праздника всем очевидна. А за что ты любишь Новый год? Повернись всем к нам. Потому что Дед Мороз. А Дед Мороз что делает? Подалки детям приносит. Девочка наряная, потому что. Потому что Дед Мороз есть. После подвижных игр со снегурочкой и снежинками ребята отправились в зрительный зал для просмотра музыкальной сказки «Новогодние приключения Эли в стране ОС». Это история о том, как простая девочка по имени Эли очень хотела попасть в сказку и благодаря злой волшебнице Гингеме очутилась там. В необычном мире Эли пришлось преодолевать многочисленные препятствия. Там она повстречала много друзей. И чтобы вернуться назад домой, ей пришлось многое понять о себе и о своих друзьях. Это добрая и мудрая сказка о настоящей дружбе. И какие бы персонажи не встречались в сказке, все они тоже любят Новый год и с удовольствием поздравляют маленьких зрителей с праздником. Желаю всем детишкам и всем людям добра, радости и удачи. Желаю, чтобы в эту новогоднюю ночь произошло волшебство и все, чего они хотят, сбылось обязательно. Желаю побольше хороших моментов, радости и успехов. Оксана Полникова, Степан Онудс, телекомпания «Несвятая» специально для программы «Время местное». Дети детям. Они сами пишут сценарии, шьют костюмы и проводят праздники для учеников младших классов. Крыса и елки пришли к детям. Появится и лесная нечесть. Она похитила вещи Деда Мороза и хочет властвовать на праздники. В школе уже давно отказались от приглашенных артистов. Обходятся своими силами. Перевоплощаться в новогодних героев творческая группа старших классников начала за полчаса до представления. В музыкальном классе гримируются и настраиваются на выступления. Самые позитивные, самые активные собрались именно здесь. В день артисты играют по 2-3 спектакля. Скучать ученикам не дают. Как восстанавливают силы? Работать с детьми это всегда интересно. И когда заканчивается одна елка, появляются силы, чтобы хорошо выступить перед другими детьми. Сегодня старшеклассники зажигали у второклассников. Ребята перемещались в разные миры, общались с инопланетянами, героями любимых мультфильмов. В парке юрского периода встретились с динозаврами и вместе с ними спели песню. Потерянные вещи Деда Мороза нашли. Он простил Кащееву свиту и поздравил детей с Новым годом. Праздник, чудеса случаются. Чего хотят школьники? Чтобы было веселье, все всегда сбывалось, и чтобы сегодня был самый лучший день в жизни. Я хочу, чтобы у всех мечты сбывались, детей, и чтобы была радость, и чтобы в небе было много салютов. Фейерверк Дед Мороз не обещал. Правилам пожарной безопасности лесные жители следуют строго. А другие пожелания выполнил. Сил артисты для веселья не пожалели. Ёлка детям запомнится на весь год. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Встретимся в четверг на этом же месте в это же время. Время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова